Это самый дорогой и самый функциональный шлем виртуальной реальности на сегодняшний день. Цена Samsung Gear VR складывается из стоимости самого шлема, разработанного не без помощи компании Oculus, а также Galaxy Note 4, выступающего в роли дисплея. Oculus Rift наделал много шума еще на старте, хотя разрешение картинки у него было не ахти. Зато он без каких-либо тормозов отрабатывал повороты головы. Настолько хорошо отрабатывал, что вестибулярный аппарат юзера начинала конкретно глючить. А Марк Цукерберг вообще взял, да и купил стартап за 2 миллиарда долларов. В Gear VR разрешение картинки для каждого глаза получается 1440 на 1280 точек. Это уже куда лучше всего, что мы видели раньше, но зерно пока еще хорошо видно. Еще у этого шлема есть особое преимущество — тачпад на правом боку, с помощью которого можно взаимодействовать с виртуальным пространством. У других разработчиков такого пока нет. Навел прицел на нужный объект и ткнул в сенсор. Считай, что на Enter нажал. А еще можно листать списки висящей в воздухе. И поскольку тут у нас 3D-пространство, делать это можно не только вверх-вниз, но еще и вправо-влево. А для перехода в верхний уровень меню есть вот такая выпуклая кнопка. Так ее проще нащупать. Чтобы все это выглядело более или менее реально, в Gear VR используется пара линз. С их помощью два отдельных изображения складываются в объемную картинку. Те, у кого со зрением не очень, смогут подстроить фокус с помощью вот этого колесика. Но самое главное — контент. Его сейчас, мягко говоря, маловато. В специальном магазине приложений для Gear VR пока только 32 программы, включая служебные, типа виртуальных галерей, где можно посмотреть фотографии, сделанные на Note 4. Из реально полезных программ — просмотр отснятых фотосфер. Их можно делать, например, с помощью программы Google Camera. Эффект куда круче, чем от просмотра просто на экране смартфона. Кроме того, в сети можно поискать видео в формате 360 градусов. Обычно для просмотра таких роликов нужен специальный плеер, но в случае с Gear VR файл можно просто закинуть в соответствующую территорию в папке Oculus в памяти телефона. Еще есть и разного рода игрушки, в рамках которых вам нужно управлять, например, лазерной пушкой космического корабля. Или в роли хакера из будущего взламывать компьютерные сети с помощью хитрого интерфейса. Пока это все выглядит не очень реалистично. Но мне кажется, что круче всего оказаться с помощью VR под водой на дне Гранд Каньона или вообще на поверхности Марса. Таких впечатлений вы, скорее всего, не испытывали. Правда, вопрос в силе вашего воображения. Меня посещение Красной Планеты потрясло до глубины души. А вот некоторые мои коллеги говорили, да и что тут такого? В общем, пока это скорее игрушка, чем реально полезный инструмент. Причем игрушка довольно дорогая. За возможность посмотреть фильм в виртуальном кинотеатре, пока вы летите в самолете или едете в поезде, придется заплатить 200 баксов. А также выложить сколько-то за доставку из-за океана. У нас-то шлем не продается. Плюс, если у вас нет Note 4, придется купить и его. VR работает только в паре с ним. Но вообще, судя по тому, как все это развивается, идея виртуальной реальности, в принципе, может взлететь. Уже есть русский проект Fibrum, который вот-вот запустится, а за ним подтянутся и другие производители. Подстегивай друг друга. Вот тогда и начнется самое интересное. Будем все, как Джонни Мнемоник, гонять по трехмерной сети. Правда, возникает вопрос полезности всего этого для зрения. Вот у меня единичка, но после часа в Gear VR хочется отложить глаза на полочку, отдохнуть. А у людей с плохим зрением вообще возникает ощущение, что глаза вытекают. Что-то с этим, в общем, нужно делать. Но что, ума не приложу. Да и не моя эта забота, наверное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова